Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Ник! Мы возвращаемся с вами играть в Бравл Старс. И у нас сегодня апрельское обновление! Ура! Я долго ждал обновления на Бравл Старс. Посмотрим, что добавили вообще. Ну, сначала, естественно, надо получить бесплатные награды. Давайте откроем ящичек. 30 монет, Шелли, Поко, билет событий, все дела, это мы все знаем. Так, можно купить очков, но они мне в принципе не нужны, так как денег у нас не особо много. Давайте еще один сундучок откроем. Что у нас здесь? Опять же, куча мусора всякого. И среди бойцов у нас есть 7 новых улучшений. Новых героев, по-моему, у меня... Все еще не выздоровел. Новых героев у меня вроде бы в коллекции пока еще нет. Но я надеюсь, мы их когда-нибудь выбьем. Интересно, они изменили вообще героев? По-моему, аватарки опять изменились у кого-то. К примеру, я не помню, чтобы у Пэм и у Рико были такие аватарки. Но они были такие, но они, по-моему, чуть-чуть по-другому выглядели. Так, что у нас по героям? Давайте посмотрим. Может, новых героев каких-то добавили? Ну, вроде бы нет. Вроде бы всех старые. Я не видел, не слышал о том, чтобы новых героев добавили. Также есть бойцы и новости. О, новый раздел, добавили новости. Давайте посмотрим апдейт. Один день аго. Это что такое? А, это скины. Я понял, я понял. А, как мне получить его, этот скин? Это скин, как я понимаю, на нашу самую первую героиню. А именно на... Сейчас скажу, кого. Бойцы, бойцы, бойцы. На Шелли вроде бы, да? Это же на Шелли скин? Или нет? Или я что-то путаю? Возможно, и нет, кстати. Возможно, это и не скин на Шелли. Так, выбрать. Можно мне, пожалуйста, тогда новые события? Получим награды здесь. О, бой с боссом у нас есть. Отлично, это мы тоже обязательно поиграем. Что-то я не вижу пока никаких особых, знаете, таких... Как они называются-то? Как его? Сейчас, сейчас я скажу. Не вижу никаких особо изменений. Вот так вот. Так, здесь у нас все есть. Друзей всех добавили. Я всех добавляю, пока это возможно. Естественно, лимит когда-то будет достигнут. Но пока можно, пока добавляем. Что-то у меня горло вообще капец. Ладно, давайте уже играть потихонечку. Сыграем, наверное, сначала... В начале... За кого сыграем, я вот думаю? Давайте сыграем за Пэм. Так как это все-таки наш новый герой. Хочется за нее побольше поиграть. И мы сегодня откроем с вами фиолетовый, еще синий сундучок. Может, даже целых две штуки. Или три, или четыре. Черт его знает. И поиграем в босс-босс. Короче, везде все будет. Поэтому погнали. Давайте сначала сыграем. Для начала я даже не знаю. Давайте в захват кристаллов. Погнали. Ну, проверим. Будет ли нам фортуна улыбаться в этот раз. Да что ж такое. Это голос вообще сип, как вы можете понять. Но... Так, на, получай. Сразу же давайте вливать как можно больше урона. У нас это главная задача. Это вливать больше урона и одновременно дефендить. Что-то наши вообще очень странно себя ведут. Я быстро поставил хилку, чтобы хотя бы наш этот... Не сдох. Как его? Ракетчик. Поэтому... Так, отходим. От Фрэнка не надо получать. Особенно его супером. Если супер получим, то это значит, что почти стопроцентная смерть. А это... Ну, нам не надо вообще. Как вы понимаете. Так, меня Фрэнк поймал. Вместе с тем чуваком не успел я его добить, к сожалению. Не хватило. Не хватило мне мощи. Так, пошла жара. Ну, естественно, наши все сливаются, как обычно. Ничего интересного. Нихрена себе меня задамажили. Че так больно-то, а? Давайте я отхиливаться буду потихоньку. Потому что меня это вообще не устраивает, то, что сейчас происходит. О, тут притягатель есть. Я совсем забыл о нем. То, что у него есть способность притягивать. И они уже собрали 10 кристаллов. Скорее всего, здесь мы сольем. Ну, у меня союзники какие-то конченые опять попались. Которые вообще ничего не делают. Единственное, я, по-моему, играю здесь вообще. Ну, я не могу здесь ничего сделать. У них у всех алмазы. Я не могу вообще как бы один затащить. Так как я являюсь танком все-таки. У меня не настолько высокий урон. Давайте получим награды. Попробуем еще сыграть за другого героя. Который в этом режиме будет получше. Ну, и можно, конечно, открыть сундучок. Че у нас здесь? Монетки, очки силы для ниты. Для этого чувака. Здесь у нас ничего нету. Че у нас есть? Получается в других режимах. Давайте парное столкновение. За Пэм. Так как все-таки Пэм не очень хороша в захвате кристаллов без нормальной команды. А вот в парном столкновении, возможно, она и одна может вывести зачастую. Потому что у нее достаточно много здоровья. И при этом достаточно неплохой урон. И на ее пассивку я особо не смотрю. Она такая, знаете, ну, неплохая. Она позволяет держать позиции. То есть защищаться. И это очень прикольно на самом деле. Но я люблю больше атаковать. Я больше люблю вот именно рашить. Там все дела делать. Там у нас ждет наш пацанчик. Давайте-ка мы с ним избавимся от него по-быстрому. Минус один. Давайте этому не дадим взять, защитить своего друга. Желательно его сейчас допрессить. Так, вот это плохо. Не ожидал, что здесь еще одна Пэм выстоит, конечно. Пойдет на нас. Но ничего не поделаешь уже. Так, рикошет. Рикошет минус. Отлично. Там идет бул. От була надо отходить. Блин, зажимают несколько команд, опять же, с нескольких сторон. Не очень красиво получается. Надо отхилиться. Давайте я вот здесь хил поставлю заодно. Отхиливаемся и просто живем. Хилимся, живем. Хилимся, живем, пацаны. Ауч, так как же больно. Совсем краешком задел. Но это даже... Даже это очень много урона наносит. Опять же, две команды зажимают с двух сторон. Надо валить отсюда, чувак. Это так не делается. Понимаешь, да? Давайте сюда. Я считаю, что здесь будет спрятаться самым лучшим решением. Потому что, ну, вообще не вариант сейчас особо сильно бычить. Хотя, может быть, и стоит. Может быть, и стоит. Возможно, я сейчас могу проворонить самую главную возможность свою. О, мясо. Минус один. Да, блин, он успел воскресить своего союзника. Да вы вздеваетесь. Но вот это нечестно было сейчас. Ну, капец. Он успел воскресить его. Буквально в последнюю секунду он просто подошел. В упор меня развалил. Я вообще ничего сделать не смог. А мой союзник в это время вообще в какой-то заднице сидит. И мне кажется, да, противники знают, где он вообще сидит. Но почему-то его игнорируют. Ну, ладно, окей. Если вы считаете, что слить это хорошая идея, я помогу вам это сделать. Так, давайте булла добьем. У нас остается одна команда у противника. Я вижу, где они прячутся. Где-то здесь, по-моему. Да, вон, вон, видите они. Ну, у нас есть шанс победить. Потому что Барли, в принципе, выжил. И набрал очень много очков. Поэтому мы с вами сейчас затащим буквально без сложностей каких-либо. Давайте добиваем противника и все изъявим. Ну, возможно, да, неплохо. Неплохо в этот раз сыграли. Да что такое сегодня с моим голосом? Там просто капец. Вы, наверное, плохо слышите, насколько он у меня хриплый. Но у меня он капец какой хриплый. Ладно, что у нас здесь? О, монеты. Давай сюда. Я хочу 50. Ну, такое себе на самом деле. Ну, да ладно. Вернемся назад. Также, что у нас есть, получается, среди бойцов. Я могу улучшить кого-нибудь уже? Кого бы я хотел улучшить? Хотел бы больше всех из всех этих чувачков, наверное, улучшить. Либо Рику, да? Либо Рику, либо же Джесси. Может быть, Брока на худой конец. Я думаю, кого из них бы мне начать улучшать? Наверное, Рика. Потому что Рика у нас универсальный достаточно. Давайте его прокачаем в первый раз. И на вторую прокачку уже нужно 140 монет. Поэтому будем немножечко копить. И сейчас мы перейдем с вами в столкновение... Ой, не в столкновение. В награду за поимку. В награду за поимку очень хорошо играют роль дальние бойцы-дамагеры. Поэтому мы возьмем кого-нибудь дальнего дамагера. Возможно, кстати, Рика будет желательно взять. Но я давно не играл за Брока. Поэтому поиграю за Брока. Можно было сыграть еще за Кольта. Можно было сыграть еще за каких-нибудь, я не знаю, там, механиков. Тоже, в принципе, годная тема. Но я решил в этот раз все-таки поиграть за... Как его? За Брока. Потому что я за него очень давно не играл. Давайте я сюда сразу запущу пару ракет. Ну, здесь будет сложно на самом деле играть. Потому что я не вижу ничего. Гребаный Кольт. Еще идет прямо ко мне. Смотрите-ка, они его неплохо зарашили вдвоем. Очень обманули неплохо. Так, здесь сзади проходит это чмо. Нам надо бы с ним разобраться желательно. Нифига себе, откуда он знает, где я нахожусь? Он прям знает. Они просто знают. Я охереваю с этого. Фук, слава богу, не знаю, как я выжил, но я как-то выжил. Это просто жесть какая-то. Так, жирный уворачивается. Надо целиться. Можно, когда я целюсь, я чаще попадаю. Нифига себе, как он прошел мимо моей ракеты тогда получается. На, получай, засранец. А, прячется. Ауч, попал все-таки. Вот нехороший человек. На, получай. Успел зарядить пару патронов жирного. Так что ща должно быть норм. Раз, два, три и супер еще погнали. Блин, не знаю, попал мой супер вообще куда-нибудь. Вроде бы нет. Ну, его добьют сейчас. Изи, молодцы. Так, ну у меня есть, в принципе, жизнь. Я еще до сих пор не умер. Тут главное не умирать в этом режиме. То есть, если у вас много очков, вы умираете. У меня немного очков. То вам очень много очков в вашей команде снимается. И начинаются первые проблемки из-за этого. Так, этого мы добиваем. И у меня теперь больше всего очков. Вот теперь желательно не умирать вообще. На, получай. И в итоге ни разу не попал и сдох. Да как так-то, блин? Вообще офигеть можно. Ни разу я не попал. Но, блин, он очень даже попал. Вот как это так вообще? Добейте, пожалуйста. О, добил. Изи. Мы выиграли. Еле-еле, правда, вытянули у врага победу. Но вытянули. Это, конечно, из-за того, что я сдох. Вот я сказал, что не надо помирать. То есть, увидели, чем это может закончиться. Плохими делами, так сказать. Получаем 20 этих жетончиков. И у нас еще один жетон есть к фиолетовому сундучку. Совсем скоро можем его открыть. Давайте тогда выполним еще какое-нибудь задание. Давайте в Броу Болл сыграем. За Броу Болл можно сыграть за такого прикольного бойца, как Фрэнк. Фрэнк, да, отличный персонаж. Мне очень нравится. Блин, надо было Фрэнка качать. Что-то я его не качаю вообще никак. Может, стоит его прокачать сейчас? Не знаю даже. Да не, нафиг надо. Пока не буду. Пока не буду. Я все равно за него мало играю. И только в очень редких режимах. Поэтому я не очень-то вижу смысл качать его прям супер-мега сильно. Фрэнк хорош, потому что он сразу может по всей команде попадать. Но здесь не страшно. Здесь главное не умирать. Здесь главное, чтобы хотя бы один вышел и попытался забить. То есть здесь смерть не так уж и страшна в этом режиме. Такс. Здорово. Добьем пацанчика. Так, Кольтецкий. Не достал до него, конечно же. Это плохо. Прячемся за этой маленькой хренью. Отхиливаемся, живем. Где мячик, чуваки? Где мячик? Вы мне объясните, пожалуй. Наконец-то я нашел мячик. Все, иди, Брок, забивай. Я тебя прикрою. Давай, забивай, блин. Иду прикрывать. Изи. Не знаю, как я забил после своей смерти. Но я все-таки забил по итогу. Ой-ой-ой-ой. Как больно-то по мне урон прошел. Но я тоже успел накостылять и убить одного вынести. Остальные двое, к сожалению, не получили урона. Поэтому буду надеяться на своих союзников. Что они хоть немного затащат. Так, у них мячик. И у нас очень плачевная сейчас ситуация. Нам надо быстро рашить. Быстро отнимать мяч. И при этом не сдыхать, чувак. Не сдыхаем просто. Понимаешь? Мы просто не сдыхаем. Надеюсь, ты понимаешь намек. И вообще, что я имею в виду? Так, хорошо, что он промазал своим супером. У меня есть мяч. Поэтому будем потихонечку направляться к противнику. Там кольт, скорее всего, сидит. Можете меня прикрыть от этого пацанчика? Я буду идти очень сейчас окольными путями, чтобы все-таки... Да прикройте меня! Да почему вы не можете, блин, его затащить хотя бы чуть-чуть? Так, я закинул им, но не успел. Не успел забить. Потому что эти чуваки меня не прикрыли. Все, что я просил, это от рестлера меня прикрыть. И я бы тупо до танковал. То есть они бы не успели меня добить. А сейчас мы можем даже и получить гол в свои ворота. Это было бы вообще не очень... Да вы что, мячик не берут? Просто вообще им фиолетово такое ощущение бывает, что временами. Такс. Ну, не успел, не успел. Зажали втроем. Опять же, моя команда мне вообще не помогает. Я хрен знает. Почему нам сейчас просто забьют гол и все? Ну вот, нам забили. Ну, естественно, я здесь немножечко протупил. Ну, я медленный, блин, зараза. Хотя они все примерно одинаково ходят. Так, дополнительное время. Пошло все дела. Но это не важно. Ну, как так-то, блин? Как вы кольта-то не убили-то никак, блин, втроем? Ну, вы что, прикалываетесь, что ли, совсем? Охренеть можно. Не давай ему забить. Не давайте, не давайте ему забить. Давайте, у меня супер готов. Я готов их станеть, если чего. Как только они выпь... Ты издеваешься, чувак, господи. Почему у меня всегда такие конченые чуваки в команде? Я просто охренею с этого. Забил обратно. Ну, ты вообще, блин, гений. Мы сейчас тупо проигрываем. Мы проигрываем вот сейчас из-за... Да иди ты в жопу, чувак. Бум. Да не успел, зараза, блин. Вы будете мне хоть чуть-чуть помогать, пацаны. Ну, совсем немножечко, прошу. Слава тебе, господи, успели всех троих завалить. Идем. Последний шанс. Шесть секунд на то, чтобы победить. Изи! Молодец, блин. Это хорошо, что мы их всех троех вынесли. Я не понял, правда, как третий вынесся. То ли я его убил, то ли его убил рикошет, то ли еще что как. Но так или иначе у нас победка. И звездный жетон, да. Звездный жетон. Получаем свою награду в качестве кубка, в качестве жетончиков. И открываем уже новый мега крутой сундук. Что у нас здесь будет вообще? Монеты для Брока улучшения, для Ниты, для Кольта. Это все меня не интересует. Мне бы интересно было там чего-нибудь, кого-нибудь улучшить. Рико. Хватает? Да, хватает. Давайте сразу грейдим. Больше уже не хватит. Следующим, наверное, будем улучшать как раз-таки либо Брока, либо Джесси, либо Барли, либо же Френка. Блин, что-то много у меня кандидатур. Но точно не Була и точно не Дэрила. Так эти персонажи мне нравятся меньше всех остальных. Мне нравятся меньше всех остальных. И, естественно, я за них пока особо не очень-то и много играю. Давайте за кого-нибудь еще сыграем. Допустим, за... За кого будет интересно? За Пенни. За Пенни в новом режиме в бои с боссом. Давайте сыграем на уровне сложности обычный, как всегда. Я думаю, мы с вами сегодня пройдем все виды сложности. Ну, или почти все, кроме последнего. Ну, я надеюсь. У нас Кольт, у нас Барли. Такие тонкие персонажи. Я самый жирный из всех практически. Хотя нет, что практически. Я самый жирный из всех. Это факт. И это плохо на самом деле. Потому что желательно, чтобы у нас был танк. Желательно, чтобы у нас был дамагер. И, естественно, я иду как юнит поддержки, по большей части. Моя цель заключается в том, чтобы турельку ставить. И турелька бы наносила ему основной урон. Такс, такс, так. Слава богу, он решил не разбежаться, а просто использовать. У него, кстати, будет интересно в этом режиме сложности особое вот это вот, как оно называется-то. Злиться он будет или не будет? Давайте я сюда турель поставлю. Да почему он и не двигаться не могу, блин? Издевательство какое-то. Я только что не мог двигаться. На, турель. Нифига себе, 1440. Вот это нормальный урон. Чисто за один выстрел. Турельки. Если еще не учитывая, что я еще стреляю. Давайте я сюда турельку переставлю. Благо есть очки, почему бы не использовать их? Если уводят ее, то и мы тоже уводимся. Так. Да почему вы все на мою турель? Откуда вообще здесь взялись? Пошел вон отсюда, чувак. Хватит уже это. Что тут какая-то стена невидимая, что ли? Вы видите, я обхожу невидимый кубик вот здесь вот. Я не могу через эту область пройти. Там какая-то невидимая хрень стоит непонятная. Очень интересно, конечно. Глючит игра немножечко временами. Мне кажется, это из-за нового обновления. Хотя далеко не факт. Так. Поставим здесь турельку, чтобы она доставала, а то она не достает. Надо бы отхилиться, желательно. Да вы задолбали мою турельку трогать. Хватит уже к ней приставать. Затанкую свою турель. Теперь надо отхилиться. Особо вылазить не буду. Атаковать. На раз, два, три. Все, отходим. Опять. Вот еще вы пристаете к моей турели, объясните. Ладно, можете добивать ее. В принципе, пофигу уже. Да отвали ты от меня. Так, ставим сюда куда-нибудь еще одну турельку. Пусть дамажит потихоньку. Мы с Кольтом, по-моему, единственные, кто дамажит эту турельку. Третий наш союзник, Барли, вообще как-то странно себя ведет. Что-то умирает постоянно. Хватит мою турель приставать. Да нифига себе, их там дофига толпа целая на турельку накинулась. Барли опять умер. Понятно, ясно. Но чем дальше мы будем проходить, чем будет более сложная сложность, тем игроки будут более подкованные, потому что новички, они обычно не доходят. Разве что, если они попадают в какую-нибудь команду, где очень жесткий чел, который просто один выносит босса, можно сказать. Но шанс того, что это новички такие попадутся, с каждым разом все меньше, как вы понимаете. Так, отвали от меня, чувак. Что-то он бежал за мной, не ударял, не стрелял даже, странный какой-то. И он не злится. Этот босс не злится, видимо, у него на минимальном уровне сложности нет вообще такого понятия, как злоба. Что? Серьезно? Мы почти его убили, я сдох в самом конце. Я думал, хотя бы один из нас выживет, но... Он не снес 1900 урона с одного удара кулака. 1900 урона с одного... Серьезно? Какого хрена вообще спрашивается? Он никогда столько урона не наносил. Почему он меня вынес с одного удара? Я думал, я успею отойти. What the fuck? Вот это было сейчас очень обидно, на самом деле. Ладно, давайте попробуем еще раз. Почему бы нет? Вот это было фак. Вот это было просто фак. Барли же у нас в команде вообще ничего не делал. Он просто ничего не делал. Он умирал и все. Так, у нас теперь есть еще один техник в команде и дамагер. Вот это нормально. Вот это уже заявка на победу. Особенно вот эти магнетические снаряды, они очень неплохо будут, знаете, убивать мобов противника. Потому что они, как только попадают в одну цель, притягиваются после этого к другой цели. Такс. Ой, не-не-не-не-не-не. Аккуратно, аккуратно, чувак. Не попади случайно. Почти накопил на турель еще пара выстрелов. Готово. Давайте я вот сюда турель нафиг поставлю. Пусть она потихонечку дамажит все и вся, что здесь есть. Такс. Кто там дерется? Я не могу понять с кем. Так, уворачиваемся. Кольт сдох. Это минус. Да, ну пусть атакует. Я уже ее не спасу. По-любому. Отвали. Отвали, чувак. Наконец-то. Такс, иди сюда. А, вот что атаковало. Атаковало турель. Я совсем забыл, что второй механик может ставить еще турельку. Так, не трогай мой турель, чел. Блин, что-то у меня хп мало. Не надо попадаться сейчас особо сильно. Так, еще один товарищ по команде пал. По-моему, сейчас это кольт опять же, да? Ну, кольт что-то слабоватенький у нас, на самом деле. Я думал, будет лучше. Давайте я сюда еще турель поставлю. Пусть продолжает дамажить. Туси равно уже развалили. Не надо, отводите, пожалуйста, босса от моей турели. Ты будешь обращать внимание на то, что у тебя что-то стреляет или нет вообще? Засранец. Все-таки добил. Минус. Давайте сюда куда-нибудь запихаем. Не знаю, просто без разницы уже. Я думаю, в этот раз мы точно выиграем. Уже не будем фейлить. Я, если даже останусь один, я... Что вы делаете? Зачем вы подходите к нему в упор? Кольт, господи. Гений просто. Гений инженерной мысли. Ну, ясно. Вот опять же. Когда босс почти уничтожен, наши союзники все одновременно сливаются. Зачем я кинул туда турель, непонятно. Давайте увернемся. Так, ну, Кольт уже воскрес. Хоть что-то неплохое. Элитные мобы пошли спавниться. Это неприятно. Но пока пойдет. И Кольт уже отвалился. Он уже отвалился. Господи. Как можно играть так? Так, вот это плохо. Это очень плохо. И мы сейчас сдохнем, скорее всего. Если так дальше пойдет. Надо как можно быстрее это яйцо сейчас уничтожить. Да, господи. Отвали от меня. Да ж... Злости не хватает. Ну, серьезно, блин. Я еще уперся в эту дурацкую, блин, стену. И ничего не мог сделать, блин. Не увернуться от него. Не убежать. У него еще скорость передвижения выше, чем у меня. И как я должен его овейдить? Объясните мне. Ну, они, по крайней мере, затащили. Поэтому победа в любом случае. Обычный уровень сложности пройдено. Получаем свою награду в качестве 30 очков. Ну и давайте перейдем к следующему уже уровню сложности. На сложном уровне. Погнали. Сложный уровень. Посмотрим, что у нас здесь. Отдалейте босса. Да-да-да-да-да-да. Ух ты, у нас какой-то фиолетовый чувак и синий. То есть достаточно редкий. И я думаю, что это хорошая команда. Мы с ней затащим. Декс. Пока все хорошо. Пока буквально все замечательно. Так, здесь я задефендуюсь. Продолжаем пушить его. У меня достаточно неплохая дальность снарядов. Плюс они еще разбиваются на 3. Я могу так сплэшем, если что, мобов каких-нибудь убивать. Вот, допустим, вот таким образом сейчас покажу. Хопс, и в того попало. А нет, не попало. Ну вот сейчас, смотрите, видите, бац. То есть сразу пачку за один выстрел убиваю. О, теперь он может бегать. Отлично. Давайте сюда поставим турельку. Скоро он будет злиться, как я понимаю. Или нет? Или он здесь не злится еще? Вроде бы не злится. По крайней мере, я не вижу нигде метра о том, что он будет злиться. Так, давайте откилимся немножко. А то мне что-то не устраивает мое количество здоровья. Так, запускаем еще пару выстрелов. О, откил. Хорошо. Поближе чуть-чуть турель переставим. Не знаю, стоило ли это того. Не думаю, что особо сильно. Но почему бы и нет? Раз можем, так почему бы и не поставить, да? Пэм очень хорошо, кстати, играет. Не отводит далеко его от моей турели. А наоборот, вокруг его кружат мои турели. Естественно, моя турель поэтому по нему и попадает. Я не буду уже новую ставить. Зачем, спрашивается. Я думаю, вполне нормальная сейчас дальность у турели. Она дострелит в любом случае. Пэм чуть-чуть там подойдет. А подвинет его немножко. Так, Пэм у нас вынесли. Это плохо. Меня сейчас тоже могут вынести. О, я выжил. Да, сила, блин. Давайте поставим турельку. Пусть она дамажит потихонечку. Да куда ты ее повел? Его. О, на, получайте сразу же. Так, бота вынес, это уже нормально. Мне бы отхилиться. А, ну да, он же ее вынесет очень быстро, ясно. Что вы там куда-то его в задницу какую-то увели непонятную? И теперь наверх его повели. Да вы прикалываетесь совсем, что ли? На. Так, здесь разобрались. Ну нормально, турелька дамажит по боссу, поэтому все хорошо. А вот это вот не очень хорошо. О, даже турель выжила, нифига себе жесткая. Так, я один остался, поэтому надо быть сейчас аккуратнее. А, стреляй по этой хрени, не по мне. Экс. Это всего лишь ракета, это не страшно. Но турельку жалко, конечно. Но она сослужила службу, она отвлекла огонь на себя, поэтому все нормально. О, нет. Нет, 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 только не ты, пошел отсюда вон, я не хочу с тобой драться, уходи. Долбанное яйцо, отвали. Фух, слава господи, я жив. Так, ракеты полетели, это не страшно. Давайте еще ему напрессуем немножко. И сейчас стоит уже поаккуратнее все делать. Давайте я сюда турелечку зафигачу. О, хил, хил это хорошо. Нет, не трогай мою турель, яйцо. Фак. Оно уничтожит сейчас все наши построечки. Отвали, бесячая турель. Ну и осталось добить босса. Это изи будет. Эх, осторожно. Давайте, последний выстрел добивающий. Изи вин. Я один, что ли, остался? Да, я его добил буквально на последних порах. Если бы сейчас его не добил, то, по сути, меня бы мобы вынесли, и мы бы проиграли. Но мы выиграли. Ладно, давайте сделаем перерыв небольшой от этого режима, поиграем еще в другие режимы. Почему бы, как говорится, и нет. А потом вернемся обратно к боссу. Уже пройдем его на уровне сложности. Эксперт. Так. Нет, не магазин. Мне нужны бойцы. Бойцы. И мне желательно сейчас поиграть за кого-нибудь... Ну, за кого, за кого, за кого, за кого, за кого. За Джесси. Давайте сыграем. Джесси. И бои, бои, бои. Бои. Захват кристаллов. Буквально пару боев сыграем, и вернемся обратно к боссу. Еще пару раз сыграем. Неважно, победим там, не победим. Пару раз босса попробуем завалить. Если не получится, то уже на этом будем заканчивать. Я особо сильно, знаете, потеть там, типа, я должен выиграть. Я не особо хочу, да. Так, у нас плохая команда. Я уже вижу. Так, пошел вон сразу же. Они знают, где моя турель сразу же. Все прессуют меня. Что делают мои союзники в это время? Я не понимаю. Так-с. Да блин. Так, секундочку. Я просто задумался немножко. Сосредоточился, я бы даже сказал. На, получайте, засранцы. Здесь можно турельку сразу организовать. Да блин, она даже знает, если турель стоит в этом, в кустах, куда надо лететь. Это дурацкий магнетизм. Если бы мои союзники не попадали под магнетизм, было бы неплохо. У нас очень неподходящие бойцы в команде, то есть в моих союзниках. Берите кристаллы, чуваки. Вали, вали нафиг отсюда. Так, минус ты. У нас есть, в принципе, шанс выиграть. Я неплохо их и развалил, поэтому мы с вами, скорее всего, затащим сейчас. Так, здесь турельку поставим, почему бы нет. Все шансы есть победить. И да, эта победа есть! Блин, из безнадежной ситуации, на самом деле, вылезли с вами. Это было жестко, но мы затащили. Это было жестко, это была реально потная каточка. Но так или иначе, звездный жетончик, победа, все дела. Ага, хорошо. И нам совсем немножко... А нет, смотрите, мы уже можем открыть новый сундук. Давайте так и сделаем. Здесь есть, здесь есть, здесь есть. И погнали дальше еще. Поиграем в другие режимы. Я хочу награду за поимку, поиграть за... Сейчас покажу, за кого. За, наверное... За Барли. Барли, я считаю, там неплохо будет тащить. Но, по крайней мере, мне интересно будет. Будет он тащить, не будет. Но, в принципе, должен. Там очень много травы. Поэтому они не будут знать, где я нахожусь. И я смогу эту траву поджигать. И, как бы, они не смогут через нее ходить. Через определенные сектора. На, получай сразу же. Не-не-не, чувак. Так это не работает. Ты понимаешь, да? Видимо, нет. Видимо, не очень. Такс. Надо быть аккуратнее здесь. Они могут прятаться где угодно. Просто где угодно. Вот о чем я и говорил, да? Я прям знал, что он там будет. Ну, он что-то отвлекся в самый последний момент. Я думал, ну, проверил уже. Нету. Только потом он появился. Так, давайте этого. Ну, здесь будет все равно победа, скорее всего, за нами. Хотя нет, я уже сомневаюсь. У нас тоже есть свои неудачники в команде. Но у них тоже есть, в принципе, слабые игроки. Особенно это хиллер. Давайте я закину им там подальше. Пусть развлекаются. Этот уже не уйдет. В смысле? О, нет, не уйдет. Я же сказал, не уйдет. Так, с этим даже разобрались. Нормально. В принципе, пока тащим. Но это только пока. Все может измениться в любую секунду. Я случайно повел наверх. Я серьезно. Я хотел пойти просто влево, но я пошел наверх. И из-за этого получил критический урон, после которого уже не смог реабилитироваться. Откуда ты здесь взялся, чел? Просто откуда, блин? Я успел перед смертью вроде бы ее завалить. Ну, или, по крайней мере, нанести ей большой урон. Так, зачем я сейчас выстрелил? Я, опять же, не знаю. А, нет, они все здесь. Здесь они... Нифига себе, они жесткие. Увидели это? Так, минус один. Я жив пока. Мы пока лидируем, но это буквально еле-еле, знаете. Мне сейчас желательно особо не агрессировать, да? Так, минус кольтецкий. Давайте еще эту барышню с дробовиком сейчас загетректим. Но останется хиллера добить. Главное, сейчас не вздохнуть только. Так, аккуратнее, аккуратнее делаем все. Ну, это ничья. Это ничья, но, в принципе, нормально пойдет. Хотелось, конечно, выиграть, но было очень мало здоровья. Не хотелось рисковать, иначе бы вообще проиграли, поэтому... Лучше уж ничья, чем проигрыш, правильно? Давайте мы еще тогда, получается, с вами среди бойцов... Среди бойцов поиграем за Заза, я не знаю за кого. Давайте сыграем за Рико. Хочу сыграть за Рико. Че, я его зря улучшал, что ли? Давайте сыграем еще в него в режим соревнования парного. Ну, не соревнования, как они называются. И перейдем уже к бою с боссом. К бою с боссом. Останьтесь последним в живых командах. Окей, все команды друг против друга. И с нами играет... Ты кто такой? Че это такое? А, это Ворон, блин. Он когда светился, непонятно было, что это за персонаж. Такой маленький-маленький, знаете. Так, давайте зажмем все обойму в сундучок. Не хватает все равно. Добиваем второй и идем наверх. Там я видел пацанов. Давайте я вот здесь проверю, нет ли их тут. Здесь их нет. Там их тоже нет. Хорошо, значит они здесь. Так, кактуса завалили. Но, к сожалению, вышла Пэм откуда-то, блин, со своей долбанной командой. И в итоге забрала все наши очки. Для них это было легко, на самом деле. Так. Давайте я постараюсь их зарашить, я не знаю. Звучит прохладно, но ладно. Они хилятся там не могут особо сильно, потому что у них Кольт их сильно потрепал. Потрепал. На, минус ты. Блин, почти, почти завалил его, засранец вот, а. Так, но у них Кольт неплохо играет. Надо быть аккуратнее с ним. Пошли рашить, что ты тупишь? Их там вон кто-то уже забил. Другая команда, как я понимаю. Так, Пэм убили. Отлично, молодец. Хорошо, что взял этот очко, но он сейчас очень понадобится. И сейчас бы Реслера еще добить. Но что-то он как-то не хочет добиваться. Так, опача, как я тебя подгет ректила. Давайте закинем вот сюда как-нибудь жестко, вообще жестко. Как жесткий, нафиг, всех развалим здесь. Отлично, вот это было красиво. Это было топово. У нас 8 на 8. 8, нет, у них очень мало очков. У них нет шансов, я считаю. Так, хил мы уничтожили, этот не может хилиться, и остается его добить. Нифига себе, он умеет так делать? Офигенно, блин, это было круто. Он красиво добил, вообще красивый матч был. Видели, это было топово. Нет, реально, вот этот был матч очень красивый. У меня союзник был просто топовый, на самом деле. Мне понравилось вообще, как мы сработались. Поэтому, отлично, отлично. Ну что, можно переходить тогда, получается, к бою с боссом. Погнали в бой. Не за Рикойсти. Хотя, может, с дамагера сыграть? А то я все время играю что-то за Пенни. Ну нет, мне кажется, за Пенни я все-таки более в этом режиме уже адаптировался. Поэтому я буду играть за Пенни. Пенни, погнали, все, в бой. Уровень сложности эксперт. Интересно, а будет следующий уровень сложности после этого? Я проходил третий или нет? Вот здесь он начинает злиться. Вроде бы да, вроде бы я еще дальше проходил. Там то ли мастер, то ли еще что-то открывается. Такс. Потихоньку, потихоньку. Не особо спешим. Просто дамажим его. У него дофига жизни. И нам еще полтора года с ним драться. Буквально два раза играем. Неважно, проигрываем, выигрываем. Буквально пару раз. Не хочу особо сильно ролик затягивать, как в прошлый раз. С боссом. Он так долгим получится, на самом деле. Так как мы во все режимы играли. Многими героями. Такс. Неплохо зарашил наших пацанов. Что-то вы как-то не ожидали, да, от него? Так. Пошла турелька. Нет. Ну почему именно сейчас? Именно на мою турель? Ну вот почему? Господи, какой же он засранец. А именно, блин, ее за один раз еще и уничтожил. Вот это было вообще неприятно. Очень неприятно, когда он так делает. Спонтанно. Это, знаете, это просто случайность он такая. Это очень раздражает, как такие случайности происходят. Отвали. Очень больно еще. Задамажить успел засранец. Давайте я немножко отхелюсь и пойду мочить босса дальше. Да куда ты его отводишь-то так далеко? И экс. Беги. Нет, лишил ракетами обычно. Ну окей. Так, босс злится. Вот сейчас начинается жесть. Сейчас будет сложнее. Зачем, спрашивается, поставил сейчас здесь турель? Фиг его знает. Я один остался, поэтому умирать нельзя. Надо мансить. Откуда ты здесь сялся? Еще и второй стрелок, блин. Чувак, двигайся, пожалуйста. Не уходи, мы еще не проиграли. Блин, не попал в него, попал в стену. Из-за этого не набил супер себе. Давайте сюда. Да не получайте вы так урона и отхиливайтесь. Не надо его атаковать, когда у вас мало хп. У нас проблемы некоторые. Засранцы. Они еще и сдохли оба в это время. Ну, блин, ну вообще офигеть. А что я мог сделать, блин? Дурацкие ящики этот, блин, бегает стрелок за мной. Я ничего не могу. Я выйду, блин, чтобы его застрелить. Он меня сам застрелит. Потому что у него, блин, реакция эта быстрее. Потому что это бот все-таки как-никак. Ах, ладно, ладно. Давайте последний раз играем. Если не получается пройти, заканчиваем. Если получается, то сыграем еще раз. За Пенни поиграем или за кого-нибудь еще его, по-моему. А может быть за Пэм попробовать? Знаете, это идея. Давайте бойцы. Давайте Пэм. Я знаю, что, скорее всего, солью. Но я, по крайней мере, попытаюсь. Погнали. За Пэм интереснее будет. Потому что она может отхиливаться. У нее много здоровья. Она будет против босса очень, очень неплохим персом. То есть почти всегда, когда я играл за Пэм в моей команде, мы тащили катку с боссом. Поэтому это да. Она, правда, у меня низкого уровня. Вот что, меня напрягает. То есть у нее не так, чтобы много здоровья из-за этого. И, естественно, не так-то она и хорошо отхиливает. Такс. Пошли ракеты. Но это, опять же, не страшно. Так. Куда закинем турель? Не турели эту, как ее? Отхилку. Давайте подальше. Подальше от босса желательно ставить. Блин, ее так развалят быстро. Очень слабо, конечно, я разваливаю жирных мобов. Не предназначен я для них. Давайте попытаемся зарашить босса. Злиться он начнет через 35 секунд. Такс. Ох, ты ж, блин, нормально дамажит. Видите, по 200... Хотя 240, ну такое себе. У меня выстрелы 240 снимает. Да, не очень удачная была. Я забываю все время, что это не турель Пенни, а турель Пэм. И, естественно, она не стреляет. Да это даже не турель, это какое-то энергетическое поле. Так, босс злится. Вот сейчас у нас реальные проблемы начинаются. Он становится чуть-чуть быстрее. Он становится чуть-чуть сильнее. Он больше ракет запускает, быстрее запускает, быстрее бегает и быстрее свои билки применяет. Убили все-таки пацана. Как он не крутился, его все-таки забили. Так, это плохо. О, молодец, молодец дробовичница. Она... Шелли у нас неплохо задамажила чувака. Я очень плохо разваливаю мобов, поэтому... Хорошо, что она добила ее. Отхиливайся, отхиливайся, братан. Я пока, так сказать, внимание свое акцентирую на противнике. Хил. Самому просто надо отхилиться тоже. Засранцы. Развалили все-таки турельку, не успела она подлечить моих братанов. Ты че стреляешь, чувак? Не стреляй. Извини, чел, не могу тебя отхилить. Нечем. Товарищ по команде пал, но у нас есть еще чувак с дробовиком, поэтому... Килимся, живем. А-а-а, помоги, братан. Нужна помощь. Так, отхиливаемся. О, он умер. Он умер, но воскрес... А, нет, не умер. А почему написано товарищ? А, ну это просто написано, типа. Окей. Можете стрелка убить, он меня немножечко беспокоит. Ауч. Нет, не хочу умирать. Нет, не убивай меня, спасибо. Но этого я уже не успел бы убить. Чувак с дробовиком очень неплохо играет. Возможно, благодаря ему мы сможем затащить с вами этот матчап. Ауч. Как же больно эти стрелки дамажат-то, а. Надо отхиливаться, не надо стрелять, надо отхиливаться, потому что если кто-то из наших умрет, а если это будут особенно двое, вся надежда будет на мне. Плюс я единственный хилер в команде, поэтому надо быть с этим аккуратнее. Так, у меня есть отхил. Но хилить не могу пока. Далеко, пацаны у нас. Пацаны, вы где? Чё, пацаны? Ну чё, вы меня бросили? У меня хил есть, а вы меня бросили. А, один умер, а один убежал, ясно. Ну, это нормально. Я думал, они просто оба убежали и всё. И типа, ну ладно, разбирайся с ним сами, а мы пойдём там, я не знаю, мобов мочить. Так, вот этого чувака я не знаю, как я буду добивать. Нет, они со всех сторон меня зажимают. Так, ладно, придётся отдать им тотем, чтобы они пошли драться с ним. Чтобы выжить, просто чтобы выжить. Всё просто. Отхиливаемся. И всё, и добиваем моба. Всё, идём на помощь нашим чувакам, потому что им сейчас очень трудно вдвоём там. Вот даже один уже погиб. Ах, как больно. Так, это плохо, надо хилить. И там два красных этих чувака, блин, у нас очень большие проблемы сейчас. Слава богу, хотя бы завейдил босса. Так, ставим эту хрень, чтобы они обратили на неё внимание. Не особо сильно это помогло, да? Нет, не хочу умирать. Есть, есть. Должили, должили. Успел продержаться. Еле-еле, не знаю как вообще. Пошли красные противники. Это значит, что они жёсткие. Так, у нас один уже умер. Это плохо. Хотя, возможно, и нет. Возможно, он сейчас успеет возродиться, если мы продержимся буквально совсем немножко. Хотел отхил поставить сюда. Просто поставить пока что. То есть, просто поставить. Екс. Не на меня надо было на него идти. Блин, прощай, отхил. Это, конечно, печально получилось. А нет, смотрите, он меня от ракет спас. Не бесполезный был. Нормальная тема. Так, я труп, чувак. Я труп, да. Ну, я так и думал, что я сейчас умру. Пожалуйста, продержитесь 17 секунд. Это не так уж и сложно. И не ходите пачкой. Потому что, если вас заденут какой-нибудь массовой техникой, пачкой, допустим, взрывом, ракетой, я не знаю, там, чем угодно. То есть, у вас будут проблемы. Чел? Уверен, что сейчас это была отличная идея? Ну, видимо, он уверен был. Ну, окей. В принципе, мы дожили. Дожили, но у нас сейчас дурацкое яйцо. И как с ним разбираться, я пока не представляю. Там он, стрелок, еще вышел. Надо его добивать. А как это делать, фиг его знает. Нет, ну, ты меня бросил, чувак. У тебя полное здоровье. Ты мне даже отхилиться не даешь. Так, я успел отойти. Опять же, вот этот чувак с вертушкой. Со своим бумерангом дебильным. Он помогает нам держаться. Он спасает нас очень часто. Так, все, это капец. Я сдох. И если... Да, я не смог от этого увернуться. Просто, ну, два этих и два этих. Ну, серьезно, что я могу сделать в данной ситуации? Сейчас вся надежда, короче, на чувака с дробовиком. О, нет. Ты же не разбежишься. Чувак, попробуй уничтожить эти яйца. Потому что они капец какие сложные. Чувак с вертушкой. Чувак с вертушкой, ну, воскрешайся. Есть, господи. Это было буквально на волоске сейчас. Так, я воскрес. Так, замечательно. Так, золотого постараюсь добить. Вряд ли получится, но я, по крайней мере, постараюсь. Нет, не добиваю. Но я могу это вот так вот отбежать и, знаете, пытаться так дефиндиться. Немножечко их внимания отвлечем. Ух ты ж, блин. Жирный я. Неплохо танчу. Так, давайте я отхилюсь, если это будет возможно, если я успею. Чувак, можешь не идти за мной. Чем дальше, тем они более жесткими становятся, я имею в виду противника. И у нас тем больше и больше проблемы. Поэтому надо как можно быстрее сейчас. Очень быстро. Я уже вот этих жирных пацанов вообще не пробиваю. То есть я вообще не дамагер в этой команде. Я не знаю, что сделать. Но у босса всего 1% остался. Если я его затащу сейчас. То есть у него буквально вот 2000 здоровья. Давай. 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 Ты же можешь, я знаю, блин. Да, easy win. Yeah. Fuck yes. Вот это я понимаю. Вот это было красиво. Вот это было красиво. Еще одна сложность пройдена. Но ее я тоже вроде проходил. Поэтому сейчас самое сложное. Мастер. Да, как я и говорил, на мастере вот я уже не проходил. Сейчас попытаемся пройти один раз на мастере. Неважно, получится или не получится. На этом будем уже заканчивать. Да, тут, кстати, сундучок чуть не пропустил в открытии. 12 монет, 6 жетонов для барри. 15 жетонов для шелли. Ну и погнали. Мастер. Я не знаю, есть еще какой-то там уровень сложности. Или это максимальный. То есть я вот дальше мастера я не проходил. Окей. Странная у нас, конечно, команда. Но окей. Танков нету. Кроме меня. Но хотелось, конечно, чтобы был дамагер. А то у нас дамагеров почти нет. Я не считаю ни одного из этих двух пацанов дамагерами. Они скорее сплэшеры. И зачем здесь сплэшеры против босса? Ну, разве что мобов. Да. Отфил. Зачем? Не знаю. Просто чтобы был. Не-не-не, не за мной. Не за мной. Вон за тем чуваком. Молодец. Чувак, отмани его не от моей турели, пожалуйста. Не турели, точнее, от моего поля. Он все равно за мной. А нет, он за ним пошел. Нормально тогда. Не особо я верю, что у нас получится затащить. Но я очень постараюсь. Прощай, турелька. А нет, смотрите-ка, он не за турели пошел. Может, и не прощай. Нифига. А, во, он теперь начал еще ракеты запускать. Да, я вспомнил. Бесячая штука. Вообще, очень раздражающая на самом деле. И чем дальше, тем хуже. Так, не бей мою турель. Чуваки, чего вы не хилитесь? У вас был такой шанс сейчас. Так, босс злится. Вот сейчас начинает самая жесть. Кидаем нашим пацанам эту фигню. Пусть хилятся потихоньку. Все, отхилились, отлично. Теперь идите дамажить. Они решили уничтожить мою турель. Браво, пацаны, браво. Ой, эта штука нас хилит. Что же сделаем? Давай босса на нее сагрим, чтобы он ее уничтожил. Отличный план. Давайте еще одну закинем куда-нибудь. Ой, 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 ой. Вот это было жестко. Теперь у нас могут быть проблемы. Я не знаю. Возможно, это последний братан, который у нас остался. Потому что второго я тоже нигде не вижу. Возможно, он умер как раз таки примерно. Ну, либо сразу же после меня, либо почти сразу. Но, так или иначе, всего 3 секунды. Надо продержаться пацану. Я думаю, он справится. И, скорее всего, он умер после меня. Или он куда-то ушел, подождите. Нет, он просто убежал куда-то. Никто никуда не ушел, не умер, а он просто убежал. Ясно. Умер тут только один человек. Это я. Ах, ты ж как больно-то. Давайте я закину подальше сразу же, чтобы начать хилиться. Конечно, эта турель будет у нас минус в любом случае. Но, во-первых, она остановит ракеты. Во-вторых, она позволит мне отхилиться. Так, яйцо дурацкое. Но это первого уровня яйцо, оно не особо страшное. Вот яйцо уже более высокого уровня, там, конечно, с ним будут проблемы. Можно его крутить вокруг этого столбика. Нет, нельзя. Хе-хе-хе. Так, закидываю сюда отхил. И потихонечку дамажим, пацанов. Так, ракеты полетели. Надо быть аккуратнее с этим. Тут очень много всякой хрени, поэтому... А-а-а-а! Не смог. Ну и, к сожалению, я оказался последним чуваком. Я не знаю, как те двое сдохли, но не сдохли. Окей, ладно. Видимо, не судьба нам пройти этот режим. Давайте сыграем еще в обычный какой-нибудь бой бойцы. Сыграем, наверное, за... За кого же? За кого же? За кого же бы сыграть? За кольта. Давайте сыграем за моего любимого перца. За кольта. Хочу за него сыграть. Давно не играл. И поиграем в режиме... Даже не знаю. В награде за поимку. Буквально последний такой завершающий матчап у нас будет. И против нас получается... Это два танка и механика. Вот механик моя проблема, а два танка это просто же, ну как сказать-то... Это то, что надо. То есть это, 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 это... Я антиперс этих персонажей, понимаете о чем? То есть... У меня достаточно высокий урон, у меня все хорошо как-то. Только вот механик это неприятно, механик это да. Хорошо, задамажили, так как неприятно-то. Пойдет, пойдет. Так, минус. Замечательно, замечательно, хорошо. Они могут быть где-то здесь. Надо их найти. Нет, они ушли, они ушли. Убежали, спрятались, забились в угол. Слабаки, ничтожество. Ни на что не способны. Так, стурелька немножечко меня задамажила, это неприятно. Так что надо сейчас отхилиться. Ну, желательно, очень желательно отхилиться. Так, вижу була. Вижу, куда он собирается идти. Но по этим кустам вроде никто еще не шарится. Они не подозревают пока, где я нахожусь. И у нас преимущество. У нас преимущество. Но куда вы пошли просто так сливаться? На, получай, механик. Ах, ты ж... Вот действительно читер, кстати. Вот магнетические снаряды, это вот у механиков меня больше всего бьет. То есть даже если я играю неплохо, блин, факт, заболтался, пропустил була. Даже если я играю неплохо, то чисто зависит от моих союзников, получу я оплюху от противника или нет. Блин, вот это было очень и очень сейчас. Мы пока лидируем все равно. Не-не-не-не-не, чувак. Сам иди вот в этих кустах, ройся там. Никуда ты пошел! 14 секунд он пошел рашить. Слава тебе, господи, ты добил. Но мы лидируем. Мы лидируем, поэтому как бы... Сосать! Сосать! Сосать, дырявый! Сосать! Извиняю. Звездный игрок у нас сбыл. Не знаю почему, правда, я не видел, чтобы он особо показывал свои звезды кому-то. Но так или иначе мы победили. И на этом я буду заканчивать. Конечно, хотелось бы добить оставшиеся 31 очко. Но, в принципе, этих очков все равно не хватит на сундук. Поэтому не особо так-то и важно именно сейчас их добивать. Я, может, за кадром их добью быстренько. А то уже достаточно длинный ролик идет. Поэтому на этом я буду прощаться. Спасибо большое, что посмотрели. С вами был Ник. Удачи, до скорых встреч и еще увидимся. Пока-пока.